Продолжение следует... Продолжение следует... Мигающая кнопка в верхней части экрана показывает, что в журнал была добавлена новая запись. Щелкнув по кнопке задачи, вы сможете прочесть описание текущих задач. Всем здорова. Батраки могут добывать золото на рудниках. Один рудник как раз находится неподалеку. Выбрав батрака, щелкните правой кнопкой по руднику, чтобы начать добычу золота. С вами Билли. Я не знаю, успею я сказать или нет. Получив приказ добывать золото, батрак начнет автоматически курсировать между рудником и ближайшим домом вождей. Вот вам еще несколько батраков, чтобы ускорить добычу золота. Ха, я перебил его. Золота вашего золота отображается в правой верхней части экрана. Он растет по мере того, как батраки переносят добытое золото в дом вождей. Обучение занимает некоторое время. Выбрав дом вождей, вы увидите в середине нижней части экрана индикатор, отображающий прогресс обучения. Ох, это обучение. Для роста населения вам нужно строить дополнительные землянки. Они обеспечивают вашу армию припасами, позволяя обучать больше бойцов. Чтобы построить землянку, выберите батрака. Щелкните по кнопке построить здание на панели приказов. А я думал, это свиноферма теперь. Видимо, это просто были сюжетные здания. А это они землянкой назвали. Прикольно. Правильно расположенная лесопилка может повысить эффективность добычи древесины. Прикажите одному из ваших батраков построить ее рядом с лесом. Чего хочешь? Сделаю! Лесопилка тоже маленькая стала очень. Как здание. Пора за дело. Процесс стройки. Тут уже крыша есть. Работа сделана. Так, построить казарму еще надо будет. Да? Да, да. С удовольствием. С удовольствием. Он сидит тут такой, типа, управляет. Перетаскивает что-то там. Фундамент появился, потом крыша. Прикольненько. А теперь, когда дерево падает, такой звук еще. Не, прикольно, конечно. Хотя Орда стала менее серьезная какая-то, что ли. Ну вот это вот то, что он там что-то... Как на этом... Как на крайне сидит, там что-то переключает. Лесопилка позволяет исследовать улучшения для ваших войск. Как будто бы это орки из Вархаммера. Кнопки доступных улучшений... У нас мало древесины. Че мало, нормально. Духи неспокойнее. Чего надо, хозяин? Чего хочешь? Продолжайте обучать рубак, пока задача не будет выполнена. Хорошо. Вы указали точку сбора, в которую будут автоматически следовать все войска, обученные в этом здании. Сила и честь. Чтобы указать точку сбора, выберите здание, в котором можно обучать войска, и щелкните правой кнопкой в нужном месте. Пора за дело. Моя жизнь принадлежит орде. Не хочу больше казарм, и одной хватит. Где, кстати, Татаро уже разговаривал во вступительном ролике с кем-то... И слов-то, не завершено. Почему он пропал? А они бородатые теперь? Ну, теперь каждый орк бородатый. Причем борода какая-то такая. Вот у травы прикольная борода. Моя жизнь принадлежит орде. Ну, в принципе, пятеро у меня будут. Локрегал ногар. Не знаю, что это значит. Кстати, как казарма выглядит? Там есть что-то необычное. Блин. Копия. Топор здесь. Типа, попал в цель. Тут, тут вот не понимаю, кто нарисован. Вроде орк какой-то. Ну да, клыки у него. И псы. Моя жизнь принадлежит орде. Пойдем. Чего прикажешь? Исследование завершено. Работяга. Хорошо. Так, ну я могу, в принципе, еще больше их. Типа, что мне? Там нужно больше золота. Локрегар нога. Так, тут пройти можно? Нет, нельзя. Моя жизнь принадлежит орде. Ганолики с арбалетами. Ничего себе, они золото дали. Порки, вы нарушаете законы Альянса. Мы уже взяли в плен одного из ваших командиров. Если вы сдадитесь сейчас же, мы сохраним вам жизнь. Вождь, они говорят, что захватили в плен одного из наших командиров. Может, это Громаш? Надеюсь, что нет. Но если они взяли в плен Адского Крика, я заставлю их об этом пожалеть. Локрегар, вперед, воины! Оттесним людей! Чего там? Кто напал? Пойдем объясним им, что так нельзя. Хозяин? Надо успеть. Нельзя вышки терять. Духи неспокойные. Жалкие людюшки уничтожены. Переведите Тралла и его отряд через мост и найдите Громаша. Рассказчик. Рассказчик. Одно из ваших зданий было повреждено. Окей, сейчас починем. Чтобы ремонтировать его, выберите батрака и щелкните сначала по кнопке ремонтировать, а затем по поврежденному зданию. Блин, слишком много всего объясняют. Они правда думают, что нужно было вот в рефорге тоже делать все вот так. То есть все прям объяснять. Указатель какой-то. Ну-ка. Эйдь. Не видно ничего. Че на этом указателе? Так. Чего хочешь? Да ничего мне не надо. Да-да. Пора за дело. Ну? Хозяин. Хозяин. Табу. Табу. Я вождь. Хорошо. Я вождь. Хорошо. Шо тут, домишки? И вышки. Я думаю, может в ящиках че-нибудь есть. А тут ничего нету. Жалко. Ну ладно. Пора за дело. Пора за дело. Знамена Альянса. сколько тут домов фонтан что еще солдаты альянса ой час пробил окригар нога моя жизнь принадлежит ордера за дело надо чуть больше построить их зачем просто кстати чем дочинил нет он еще не дочинил иди давай на дерево палатки кстати можно поломать палатки надо сломать вижу еще здесь ящик есть тебе там тоже может быть что-то либо не может сила и часть у нее нифига нету ухи не спокойны ну и ладно дабу наверно меня это уже вымораживает звуки войск сохранить на типа да там и возможно какие-то новые есть озвучки но утро я уже все послушал пока что выключен о это шаман ну-ка подойди сюда шаман но он реально сейчас на вот сикера похожи из дотки круто если в одном отряде есть несколько магов может возникнуть необходимость быстро переключаться между ними чтобы использовать способности каждого и для этого вовсе не обязательно выбирать каждого мага по отдельности обратите внимание выбранным бойцам соответствуют маленькие портреты в середине нижней части экрана один из портретов выделен желтой рамкой которая обозначает текущую активную подгруппу переключаться между подгруппами можно с помощью клавиши там или щелкая левой кнопкой по необозначенным желтой рамкой портретом при активации подгруппы и ее способности отображаются на панели приказов ваша армия так разрослась что теперь на ее содержание будет расходоваться часть ресурсов тек у меня трав уровень от ну конечно молнию надо брать вот тут еще клетки выпустите ну да не уже нет смысла делать побок ладно сделал ладно бы туне этот первый отряд от этого а вот это второй ну и герой собственно ящики выломаем обязательно мы нашли громаша но место где его держат окружено стражевыми башнями так уничтожьте их нужно освободить адского крика ой чего она такая яркая башня почему она ярко-синяя такая аж глаза мозолит слегка эта фигня ну тут легкая миссия так что пофиг у меня еще и подкрепление есть на всякий случай но я думаю это все в общем первые миссии пока что легкие граммаш ты в порядке в полном братишка пострадала только моя гордость забудь об этом мы покидаем земли людей навсегда ну наконец-то идем у меня есть идея а мы могли бы одолжить корабли у людей согласен но сперва нужно дождаться остальных орда в сборе вождь мы ждем твоих приказаний в путь юный трал плыви на запад к берегам калимдора там ты найдешь свою судьбу там обретет спасение твой народ вот и и и и и и и